Кучин Илья Львович Я отношусь к переводчикам-любителям, то есть перевожу то, что самому интересно, и перевожу только с письменного тибетского, разговорного не знаю, то есть немного учил, но все уже забыл, потому что ни практики нет там, и в городе Перми, то есть никого нет, кто знает тибетский, и учителя приезжают очень редко. Поэтому прошу прощения за произношение тибетских слов. И в своих переводах я придерживаюсь стиля и терминологии Донца Андрея Михайловича. Тут я кратко зачитаю, тут самый главный посыл и в его переводах, и в моих переводах. Исследование тибетоязычной, схоластической, то есть, можно сказать, философской литературы приводит к мысли, что лишь последовательное и систематическое прорабатывание обязательной дацанской литературы может послужить единственно подходящим «плацдармом» для проникновения на территорию, тоже в кавычках, центрально-азиатской философии. Ведь большинство авторов философских трактатов прошло курс дацанского обучения, и поэтому в своих философских дискурсах они оперируют категориями базовой системы, то есть базовой системы дацанского образования, о содержании и объеме которых можно получить более или менее ясное представление исключительно путем детального изучения предмета собрания тем, то есть дуэра, ну также можно добавить лорик, а также ряда других и никак иначе. То есть можно добавить к этому, что как раз изучение дуэры, лорик, тагрик, то есть тех предметов, которые изучают сразу при поступлении в дацаны, которые объединяются общим предметом, называемым прамана. Как раз это изучение устанавливает семантические поля или значения этих терминов, границы, или даже может быть переустанавливает эти значения для понимания перевода текстов философских, прежде всего, и в частности текстов по воззрению. И такие переводы получаются, конечно, более требовательные к читателю, к подготовке читателя. Ну и я тут в эти дни слушал доклады в предыдущие дни и свой доклад немного переработал в связи с этим. Ну вот все, что я хотел сказать в этой дополнительной части, уже сегодня Виктория Георгиевна все уже сказала, так дополнить, в общем, нечего. Я думаю, что тексты не должны быть такие, что они читаются очень легко, и создается понимание, что все понятно в этом тексте по воззрению, по философии у неискушенного читателя, у непрофессионала. И что при переводе текстов не нужно стараться привести этот текст именно к пониманию непрофессионального читателя. То есть пусть этот текст читается сложновато, как сам Донецк пишет, что построение слов в предложениях несколько необычно для русского языка, но, по крайней мере, следует близко к буквальному, то есть к самому оригинальному тексту, и читатель должен как бы работать с этим текстом. То есть, опять же, дополнения в этих квадратных скобках должны делать более понятным этот текст. И к тому же у самого Донца Андрея Михайловича есть работа, посвященная Дуэре, и во многих своих работах он тоже в той или иной степени подробно, подробно или более подробно, менее подробно, излагает эту систему Дуэры, Ларик, предварение к своим философским текстам. Дальше просто я тут выбрал несколько терминов, по которым хотел бы рассказать. Первый термин — это прямое восприятие, то есть протягшо или нгонсум, и я перевожу его как непосредственное восприятие. При этом слово «восприятие» тоже заключаю в квадратные скобки, чтобы можно было в некоторых случаях употреблять этот нгонсум или протягшо в отношении не познания, а его объекта. То есть, тот же самый термин нгонсум может использоваться и как в отношении объекта этого восприятия, и также в отношении самого восприятия. То есть, что уже из контекста определяется. И в некоторых переводах этот термин протягшо переводится как «прямое восприятие». Но вот это в тех текстах, где не используются такие термины, как «нойток» и «щукток». Поскольку если эти термины используются в этом тексте, то уже возникает такое противоречие, где используют слово «непосредственное», а где «прямое». Вот если взять тексты Донца Андрея Михайловича, то у него «нойток» переводится как «прямое постижение», а «щукток» — «непрямое постижение». И если в одном тексте протягшо переведено как «прямое восприятие», то возникает вопрос, как переводить «нойток». То есть получается, тут надо будет переводить прямое постижение, получается, что у непосредственного восприятия вот этого протягшо будет еще «нойток». То есть получится прямое постижение у прямого восприятия. А тут уже совсем разные термины, и по-русски переводить одним термином «прямое» тут уже не получится, невозможно будет. И эти же два вида постижения «нойток» и «щукток» может быть как и у протягшо, то есть непосредственного восприятия, так и у опосредованного познания «джейпак» или «анумана». То есть такая вот возникает, разнобой возникает. Там, конечно, я после этого уже встретил переводы «нойток» и «щукток» как эксплицитное, имплицитное постижение, но тоже так, только как вариант может быть. То есть я не настаиваю на каком-то своем варианте, я просто такую проблему обозначаю. Тут я привел цитаты из учебника «Полу-Рик» «Жемян-Шипы», которые подтверждают, что и у протягши, и у опосредованного познания «ануманы» может быть как «нойток» и «щукток». То есть у обоих этих видов познания может быть и прямое постижение, и непрямое постижение. То есть как раз это вот устанавливается, чтобы не было таких противоречий при переводах, как раз эти термины устанавливаются в работах по дуэре, по ларик. То есть разобравшись в терминологии дуэры и ларик, уже не будет такого противоречия при переводе текстов по воззрению. Это вот мое мнение такое. А если взять какой-нибудь текст по воззрению, и там не встречается этих терминов, прямое постижение, непрямое постижение, то есть «нойток», «щукток». То есть подбирать перевод русских, русские эквиваленты по ситуации, тут может такая ситуация оказаться, что здесь подобрали один термин, в другом тексте встретили эти два вида постижения, и там нужно снова подбирать какой-то другой термин, который уже был использован для протьякши. Это слово непосредственное. Также еще этот «нойток» или прямое постижение, еще встречается перевод как «явное», то есть можно встретить «нойсу» термин как «явное», получится «явное» постижение. Но это тоже такой, мне кажется, неприемлемый перевод, потому что тут непонятно уже, постижение явного объекта имеется в виду, или еще какой-то другой термин. Ну, туда возникает вопрос, как переводить термин «нонгюр», то есть я перевожу как «явное» или «явный объект». Если слово «явное» уже будет зарезервировано за протягшей или за «нойток», то уже встает вопрос, как переводить «нонгюр». Это вот по первому термину. Следующий термин – это «дончик». И в некоторых переводах, можно встретить, во всех контекстах он употребляется как «тождество по смыслу». Ну, я перевожу его как… Сначала тоже переводил «тождество по смыслу», но потом стал переводить «тождество по предмету». То есть «дончик» – термин «дон» – это «артха» на санскрите. Это можно понимать как смысл и как предмет. То есть, почему я стал переводить как «тождество по предмету»? Потому, опять же, из работ по дуэре есть такой термин «догпо». То я, может быть, неправильно произношу, но если по буквам, то «лдогпо». И «донец» переводит как… То есть берет эквивалентом русским обратно «тождественное». Также еще в других переводах я слышал переводят «изолят» или «выделитель». То есть этот термин можно пояснить как «тождественное» самому себе через «обратное» от себя. То есть «догпо» используется иногда как в прямом смысле обратное, то есть эквивалент «лейдогпо», то есть противоположное от чего-то. Но вот в данном случае оно используется как противоположное противоположному от чего-то. Или как выделитель, то есть то, что позволяет концептуальному уму абстрагироваться от всего остального, выделив какой-то элемент из вещи, из дхармы. И вот этот «лдогпо» или «обратно-тождественное» или «изолят» он существует в трех видах. Это все в дуэре разбирается. И Донец пишет в своей книге, что в связи с ситуацией определения дхармы были выделены три элемента. Это признак или определение ценит, которое определяет определяемое, определяемое цонджа, то есть то, что определяется этим признаком, и основа признака ценжи. И в связи с этим указывают три вида «обратно-тождественного» или вот этого изолята. Но если взять один из этих трех видов, то есть каждый из этих видов выделяет что-то из дхармы. Либо выделяется признак, отбрасывается все остальное, и определение, и основа признака. Либо же дхарма как определение, тоже всё остальное отбрасывается. Из этих трёх можно сразу взять дон-дог, то есть это обратно-тождественное смысл, или, можно сказать, изолят смысл. То есть это признак, который концептуально выделен из дхармы, или умозрительно выделен из дхармы концептуальным умом посредством исключения всего, что отличается от него. От него отличается и дхарма как определяемая, и дхарма как основа признака. То есть это в чистом виде признак, выделенный из дхармы. И поэтому, раз он нам в ангел в тексте по дуэре пишет, что признак некой дхармы и обратно-тождественное смыслу этой же дхармы подобны. То есть в данном случае используется термин дон-дог, то есть тот же самый вот этот дон или артха, который в дон-чике используется. И здесь он используется как именно признак, выделенный из дхармы. И поэтому признак этой дхармы и обратно-тождественное смыслу, то есть дон-дог, они, говорится в этом тексте по дуэре, они подобны друг другу. То есть отсюда я делаю вывод, что этот дон или артха как раз обозначает признак вещи. Например, если взять вещь, но и по, или действительное переводят, то признак этой вещи способность выполнять функцию. И вот эта способность выполнять функцию, которая выделена из дхармы с помощью дон-дог, то есть этого обратно-тождественного смысла, это будет та же самая способность выполнять функцию, но уже понимаемая концептуально, с помощью выделения, то есть абстрагирования от всего остального. Ну и она будет постигаться в качестве исключения, то есть целого. И концептуальный ум будет входить в неё исключающее, то есть постигать её исключающее, селджук. Ну а этот сам признак, в отличие от этого дон-дог, сам признак может постигаться и неконцептуально. Вот в этом между ними разница, но тем не менее они подобны друг другу, вот как сказано в тексте по дуэре. И поэтому если дон-чик переводить всегда как тождество по смыслу, то тут будет пониматься, что две дхармы, они тождественны друг другу именно по признаку. То есть здесь слово дон-артха можно заменить на признак, получается две дхармы тождественны по признаку друг другу. И взять если такие дхармы, то есть стандартный пример из учебников, это непостоянные и произведённые. Они говорится дон-чик. То есть если перевести тождественные по смыслу, а смысл подобен признаку, то получается они тождественны по признаку. А признаки у них разные. У непостоянного признак мгновенности или мгновенные, а у произведенного признак, возникший из причин и условий. То есть признаки разные, поэтому они не могут быть тождественны по смыслу. А вот именно они тождественны по предмету. То есть предмет, который является непостоянным, этот же предмет является произведенным. Ну и наоборот. Поэтому перевожу тождественные по предмету. И если дальше с этим пониманием пойти, то есть чтобы дведхармы были тождественны по смыслу именно, тогда они должны быть синонимами. Например, вот такой пример автомобиль и автомашина. Вот они уже тождественны по смыслу. То есть один и тот же смысл, то есть один и тот же признак берется, один и тот же предмет в том числе. Но эти дхармы должны быть синонимами, а непостоянные произойденные уже нельзя сказать, что это синонимы. И если дальше это переводить в тексты по воззрению, то этот же самый принцип, например, относится к пустоте или абсолютной истине и зависимому возникновению, которое часто переводится, как имеющий один и тот же смысл или даже вообще одно и то же. Но здесь такая же возникает проблема, если они тождественны по смыслу, то у них должен быть один признак. Тогда как признаки у них, конечно, разные. Не только специфические признаки у пустоты и зависимого возникновения разные, но разные и общие признаки. То есть пустота обязательно постоянная, а возникающая зависимая может быть и непостоянным. Пустота, если брать школу Гиллок, пустота это отрицание типа, я скажу по-тибетски, Медгак, тоже большой вопрос, как переводить. Отрицание типа не существует, как Донецк переводит, или неутверждающее отрицание, а зависимое возникновение это вообще утверждение. То есть дюб, дюб, по-моему, по-тибетски, по-моему, по-тибетски, сгрупп, дюб, 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 дюб. И вот Лама Цункапа в Лекшет Нинпо, тоже вот если взять из текста такая цитата, Лама Цункапа пишет, предмет пустой от собственного бытия указывается как предмет, возникающий зависимо. То есть это вот тождество по предмету. Если же перевести тождество по смыслу, то получится смысл пустоты от собственного бытия указывается как смысл зависимого возникновения. Но это уже неправильно будет, потому что тут получается, что у них один и тот же признак, а признаки у них разные. И специфические, и общие признаки разные. Точно так же тут еще цитата приводится, но тут смысл такой же. Но, однако, когда речь идет о двух цитатах каких-нибудь, о двух предложениях, которые Дон Чик, здесь я позволяю себе переводить как тождество по смыслу. Хотя тут тоже можно перевести тождество по предмету, как вот две фразы указывают на один и тот же предмет. Но можно перевести как тождество по смыслу, более, может быть, по-русски. Вот еще тут тоже цитата из Ликшет Нинпо. Вот я недавно ее нашел. То есть Лама Цинкапа пишет, что в сутре о вступлении на Ланкун, то есть Ланкаватара сутра, говорится, что Тадхагата Гарбха, то есть тут речь идет о сравнении Алая Вижняны и Тадхагата Гарбхи. Вот буквально говорится просто Гарбха, но имеется в виду Тадхагата Гарбха. И в этой сутре говорится, что Тадхагата Гарбха известна как Алая Вижняна наряду с другими семью Вижнянами. Однако эти две тхармы, поскольку одна из них объясняется как постоянная, то есть Тадхагата Гарбха берется как абсолютно истина и она является постоянной. А другая, то есть Алая Вижняна, как непостоянная, поскольку два непосредственно называемых этими терминами смысла не являются указываемыми как одно и то же. То есть Лама Цунгкапа тут прямо говорит, что это разные смыслы. Хотя предмет, указываемый как Тадхагата Гарбха, думая о котором она и указывается, это именно тот подразумеваемый предмет, подразумевая который и указывается Алая Вижняна, а также опираясь на который используются эти имена, то есть термины, которые являются эквивалентами. Поэтому эти две Дхармы тождественны по предмету. Вот такой перевод. Дальше следующий термин. Тут два термина, это Ден Мет и Ден Йот. То есть может несуществующая истина и существующая истина. И это при переводе Большого Тунтуна Кедру Баджа, тут у меня возникла такая идея, что можно понимать термин Ден Мет, то есть по буквам Ден Мет в трёх разных вариантах. Первое, это нечто не существует и это истина. То есть его несуществование это истина. Второй вариант, нечто не существует и это его несуществование имеет место истина. То есть это будет тонкая крайность несуществования ананта на санскрите. И третий вариант, нечто не существует, как имеющее место истина или благодаря собственному бытию. Вот три такие возможные варианта понимания могут возникнуть в связи с этим термином. И, например, если взять рога зайца, то есть такой стандартный пример из учебников, то рога зайца не существует и это истина. То есть истина или истина. То, что не существует. То есть соответствует действительности. Это первое прочтение. Второе прочтение, то есть согласно тем предыдущим трём вариантам, это их несуществование рогов зайца не имеет места истина, так как имеет место зависимо. А если признать то, что их несуществование имеет место истина, то впадём в тонкую крайность несуществования, вот в ту ананта. И третье, это можно взять кувшин, то есть такой стандартный тоже пример, и кувшин не существует, как имеющий место истина. Это вот третье значение. И повсюду в Большом Тантоне, Кедру Баджа, это выражение, Ден Мед, используется всегда в третьем значении. Но чтобы читать текст, не отвлекаясь на эти возможные неверные ассоциации, то есть значение первой 1 и 2, перевожу именно в третьем значении «не существует как имеющее место истина». При этом «как имеющее место» заключаю в квадратные скобки. То есть если буквально «не существует истина», которую можно понимать в этих трех вариантах, чтобы первые два варианта отмести сразу, я перевожу, то есть добавляю в квадратных скобках «как имеющее место». Получается «не существует как имеющее место истина». Тут уже первое и второе толкование уже невозможно тут подразумевать. А существует истина, другой термин, это дэн-йот, может пониматься в двух вариантах. Существует в качестве истины или как истина, то есть обладает признаком истины. А второе существует как имеющее место истина, то есть имеет место благодаря собственному бытию. И вот этот второй вариант, такая дхарма, которая имеет место истина, не существует даже в относительном плане. И является, то есть такое признание будет впадением в тонкую крайность существования. Астианта на санскрите или йотанта. И, например, если взять первое понимание, то страдания, причина страдания, то есть это истины святого, первая и вторая, обладают признаком истины и в таком качестве существуют в относительном плане, то есть в качестве истины или как истина. А второе понимание, но при этом и страдания, и причина страдания не существуют как имеющие место истина. Это второе понимание. И поскольку повсюду в тексте Кедру Баджа, Большой Тантун, это выражение Дэн Йот используется только во втором значении, а существует как имеющее место истина, содержит некоторую тавтологию, то есть существует и имеет место. Такое повторение. И думаю, что запомнить это второе значение не составит большого труда, то перевожу просто существует истина. То есть понятно, что существует как имеющее место истина. Существует как имеющее место. Получается такая двойная тавтология. Поэтому как имеющее место это убираю. Четвертый термин это по-тибетски дак или атман на санскрите. То есть иногда можно в переводах встретить, его поголовно переводят как самость, то есть во всех контекстах. Но я стал переводить сейчас как просто я, большая, большая буква я, чтобы отличать от термина нга или ахам. Там перевожу маленькая буква я, чтобы отличать в тексте. Но не перевожу как самость и тем более как не душа. Или другой вариант, можно дифференцировать из контекста, где переводить самость, а где переводить как просто я, как аналог индивида, который существует на относительном уровне. И поскольку Гаванг Палден в заметках к обширному разъяснению философских школ Жамьяна Шипы пишет, что согласно этому тот, кто является творцом разных благих и неблагих деяний, то есть кармы, вкушающим желанные и нежеланные плоды произведенных самим деяний, а также тот, кто полностью оставив прежние сканхи, получает иные сканхи, из-за чего вращается в сансаре или же освобождается от всего этого, является я, то есть атманом. И это признак я, то есть опять же атмана. И все то же самое принимается и в отношении индивида, то есть гонзак. Поэтому спор, разница между я, атманом и индивидом, гонзак, исчерпывается лишь спором об их названиях. То есть если тут перевести вот этот дак как самость, которая отрицается, то это невозможно, неправильно будет читаться. И то же самое Ценкапа в среднем ламбриме пишет, поэтому различайте высказывание о том, что только я, то есть нгад сам или ахам матра, используемое как я, то есть атман, существует в номинальном плане. То есть этот нгад сам, в отношении него может использоваться термин атман. И это все существует в номинальном плане. и что индивид, имеющий место благодаря собственному бытию, тоже используемый как я, не существует даже в номинальном плане. То есть этот же атман может использоваться, обозначать индивида, имеющего место благодаря собственному бытию. И тогда это отрицается даже в относительном плане. То есть один и тот же термин, этот атман или большое я, и может называться как существующий в номинальном плане индивид, Ганзак, или только я, Гацам. И точно так же этим же термином может называться то, что отрицается даже в номинальном плане. То есть индивид, имеющий место благодаря собственному бытию. Иначе получаются такие абсурды. Тут опять же цитата из Ликшет Нинпо Лама Цункапы. Говорится, что поэтому если не принимается это Алла и Вичняна, то не устанавливается так же и омраченный ум, о чем Пхавове Века и говорит своей сущности срединного пути. Эквивалентом различающегося сознания, то есть Вичняны, определенно указывается Я, то есть Атман опять же. Если тут перевести определенно указывается самость, которая отрицается, и это будет эквивалентом Вичняны, тут получится опять какая-то несуразица. Поэтому тут нужно переводить именно как просто Я и уже понимать из контекста, к чему это относится, либо к отрицаемому, то, что не существует даже на относительном плане, либо же как эквиваленту индивида, который существует в относительном плане. Следующий термин это догмет. Его переводят как бесамостность или не Я, или отсутствие самости. Но я стал переводить как несуществование Я, опять же. Тут можно перевести несуществование самости. Но я перевожу большой буквой Я. Почему я так перевожу? Потому что, опять же, из дуэры там есть строгое определение того, то есть термина не существует. И раз он нам в ангел пишет в тексте по дуэре признак несуществования кувшина, неосознаваемость кувшина верным познанием. То есть признак несуществующего это неосознаваемость данного предмета верным познанием. поэтому если переводить несуществование, то есть мет слово как несуществование, а догмет как бесамостность, получается отсутствие связи вот этого догмет со словом мет. Поэтому я перевожу там несуществование, то есть слово мет несуществованием, а догмет несуществование Я. Тут сразу понятно, о каком существовании, о каком термине идет речь. То есть можно, конечно, и термин «мет» перевести как «отсутствие», но тогда получится, не будет этой связи с термином «йод» существующая. То есть если «мет» — отсутствие, а «йод» — существующая, то есть тут уже какая-то нестыковка будет. А если «йод» — существующая, «мет» — несуществующая, тут уже всё как бы лучше переводится так. Может быть, это приносить затруднительно, несуществование «я», чем бесамостность, но, по крайней мере, в тексте сразу понятно, о каком термине идёт речь. Дальше тут термин «маингаг» и «метгаг». То есть их переводят как «утверждающее отрицание», «неутверждающее отрицание». Донецк переводит как «отрицание типа не является» и «отрицание типа не существует». Это громоздко получается. Но тут тоже, я считаю, вопрос открытый, неизвестно, как переводить. Потому что если переводить «утверждающее отрицание», то согласно, опять же, текстам по дюре, например, Агван Таши пишет, что признак «отрицания типа не является» — «маингаг». Это отрицание, которое попутно с отрицанием собственного отрицаемого, звуком, называющим саму эту дхарму, выдвигает иную дхарму, одной из двух. Такое же отрицание типа не является «маингаг» или утверждение. И получается, что утверждающее отрицание в этом случае может… То есть раз утверждающее отрицание, что оно делает? Утверждает. А что утверждает, отрицая свой объект отрицания? А утверждает отрицание. Получается, при этом в теме по дюре, где изучается отрицание и утверждение, это получается дихотомия. То есть они определяются как дихотомия такая. Отрицание и утверждение. И при этом говорить, что отрицание утверждает отрицание, тут тоже какой-то оксиумарон получается. И другие варианты это можно переводить как выдвигающее отрицание. Опять тут по-русски можно понять, как это нечто, что выдвигает отрицание. Но отрицание может выдвигать не только отрицание, но и утверждение. Тогда можно переводить отрицание выдвигающее или отрицание подразумевающее. Может быть такие варианты. Но я пока перевожу вслед за донцом. Отрицание типа не существует и отрицание типа не является ближе к буквальному смыслу. Следующий термин это ноипо или васту. Я стал переводить как действительная вещь и вещь в квадратных скобках. Поскольку иногда действительная не подходит в контексте, потому что как прилагательная используется. Иногда вещь не подходит. Например, в отношении индивида его вещью трудно назвать. Например, Цонкапа в Легшет-Нинпо пишет. Поэтому Буддаполита считает именно это восприятие действительного индивида и тхарма, как имеющих место истинно, неведением обладателя клеш. То есть тут же действительным называется индивид и тхарма. Поэтому тут слово вещь я убираю. Потому что невозможно индивида вещью назвать. Общий вывод. То, что для перевода текстов по философии вообще или по воззрению в частности, очень хорошо, чем лучше, тем лучше, знать тексты по дуре, по ларик, чтобы не было такого разнобоя в текстах, что в одном случае подошел один термин, взяли другой текст, а там какие-то другие термины, и нужно этот термин уже использовать для тех терминов. И получается вся структура опять уже ломается. Либо же одни и те же русские термины переводят разные тибетские термины, или наоборот. Ну вот так, если кратце. Спасибо, Илья Львович. Вопросы у кого-то будут? Пожалуйста. А только для записи нужно подходить бы сюда, чтобы они попадали на пленку. Простой вопрос. Мейнгак, это гак, так как у вас пишется? Дгак. Дгак. Спасибо. Может глупый вопрос, откуда берется, имеет место истину? То есть это, откуда взялась эта фраза? А это Дендюб. Дендюб. Угу. У меня вопрос касается, в чем недостатки перевода слова «атман» как «душа» в некоторых случаях? Особенно в отношении, когда имеется в виду бессущностности или отсутствии самости личности. Потому что, я думаю, что если этот «атман» отрицается в отношении тхарм, то душа кувшина, например, как-то не очень будет читаться. Должности. В контексте личности, индивидуума. Но опять же, если в контексте личности брать «атман» как «душа», то в отношении, например, кувшина тоже используется «атман», потому что кувшин тоже лишен «атмана». Тут надо будет переводить другим термином, и опять будет возникать разнобой. Поэтому лучше один термин брать, вот этот, что и в отношении индивида, и в отношении кувшина, один и тот же объект отрицания. Простой вопрос. Вы говорите, я перевожу, я перевожу, наверное, я упустил. Что вы переводите? Какой-то текст конкретный, или какую-то совокупность текстов? Я перевожу данный термин в своих текстах, а так вообще перевожу тексты по дуре, по ларик, ну и там по воззрению, вот кедруб, дже, большой тантун текст. А там программки должны быть, там такие большие витиеватые названия у них. Для какого-то издания последующего, или какая-то программа, или просто сами и выкладываете для свободного пользования. Я очень рад, что удалось уговорить Илью сделать этот доклад, который он не очень сначала хотел. И он доклад сделал весьма обстоятельный, который требует обстоятельного анализа и ответа. Вот я во многих случаях с ним не вполне согласен, или совсем не согласен. Но просто это обсуждать в течение 10 минут малореально. Пожалуйста, в каких случаях согласен, или в каких случаях не согласен? Я думаю, что те варианты переводов, которые предлагает Илья, они хороши в некоторых контекстах, а в других не обязательно. Но он и сам об этом говорит, например, я и самость. В некоторых случаях удобнее переводить «я», в других случаях удобнее переводить «самость». В этом я согласен. Такие выражения, которые он берет у Донца, как обратно-тождественное, мне представляются совершенно негодными никуда. Потому что, если это не обозначить как просто такую шифрованную единицу, в русском языке это сочетание, на мой взгляд, не имеет смысла. То есть понять это невозможно, если не заглянуть в специальный словарь, в специальных терминов. Ну и по другим случаям там много есть нюансов, которые требуется обсуждать отдельно. Просто сейчас нереально это без текста, без времени. Спасибо. Спасибо, Илья. А, еще. Я, конечно, считаю вас исключительно смелым человеком, который вступил, наконец, в ту область, в которую никто не хочет вступать. И даже если это начальная работа, это имеет значение очень большое, как начальная работа. У меня простой вопрос. Почему вы предпочитаете язык Андрея Михайловича Донца? Я как-то с самого начала так вот, ну, точно на его работах, можно сказать, вот пришел к переводу этих текстов, и поэтому как-то вот другие варианты встречались какие-то, но по тем или иным причинам, вот как некоторые здесь я озвучил, не стал использовать те варианты по-различному. Ну, тут тоже у Донца тоже я некоторые термины все-таки меняю на свои постепенно. Ну, вот так в основном его терминологии связывают. Хорошо. Я очень, как сказать, по работам Донца представляю, что он очень понимающий язык, ой, понимающий человек, но язык совершенно представляется трудновоспринимаемым, я бы так сказала. Не буду говорить деревянным. Вот. Это не уменьшает значение его работы. Еще один вопрос. А вот нельзя ли так додумать, например, для меня тоже самость не существует, такое слово, а нельзя ли додумать, например, Ден-Ме, как Ден-Пар-Мео, попроще переводить. Например, истинно не существует. Тогда все это имеет место, не имеет место, куда-то может с горизонта уходить. Другие вещи, которые вы приводите, они вообще очень труднопереводимы. И если бы вы в будущем, я думаю, присоединитесь к конференциям, приводили примеры, чтобы как-то появлялось представление, с чем эта терминология связана и так далее, было бы для всех нас лучше, потому что мало кто читал эти тексты, и даже мало кто вообще с этой терминологией непосредственно имеет дело. Так же, как, например, нюсу-токпа и щугла-токпа. Ведь есть частицы, в конце концов. Нюсу-токпа – это действительно то, что прямо постигается, щугла-токпа – то, что постигается косвенно. Вот телевизор видим, то есть смотрим на телевизор, а косвенно постигаем вазу, стоящую на телевизоре и так далее. Вот как-то, я думаю, что это приходит, может быть, со временем попроще. Но бесценно то, что вы начали эту область, за которую никто не берется, и если вы переведете «тагрик», ну и своим языком «лорик», тогда можно будет обсуждать это, потому что даже сейчас, например, такие термины, как «маймбегак» и «мегак» невозможно действительно обсуждать, и вы к ним даже примеры не приводите, хотя по Дуэра наверняка знаете эти примеры. Но я очень благодарна тому, что вы это бесстрашно начали, надеюсь, бесстрашно продолжите, и когда-нибудь вот обсудим, потому что это действительно база. Я не могу сказать, что там занималась этими текстами, а по долгу службы они были. Спасибо. Примеры были просто, чтобы время не растягивать, сократить не все. Мне по долгу службу приходилось все эти тексты переводить, причем без обучения этому, а, так сказать, «эдхок» в программе «Учебные монастыря» на Ланде. И, ну, благо, я переводил все это с тибетского на английский, и у меня там было подспорье в виде Джеффри Хопкинса, которого просто берется целиком, и вот все оттуда и идет. И нет вообще вопросов, «Донец это» или «Не Донец». Мне было в этом плане проще, я тупо копировал всю терминологию. А сейчас, слушая это на русском уже, да, перепрошивая тибетские термины в связь с этими русскими, вспоминая, что там стоит за этим санскрите, что в тибетском, я заново перепроживаю все эти очень нервные моменты моей биографии. Спасибо, Илья, большое. Спасибо большое. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...